Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа «Республика» в студии Татьяны Трофимова. Сегодня выпуски. Выбор граждан. В республике идут последние приготовления ко дню голосования. Намаршировали. Как будет выглядеть московская набережная по планам московских и местных архитекторов. Ледовые баталии. Хоккейный клуб «Чебоксары» борется за выход в полуфинал Кубка Федерации. На финишной прямой. В это воскресенье жителям страны предстоит выбрать президента. Подготовку к дню голосования обсудили сегодня на совещаниях в Доме правительства и администрации столицы. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Сделать свой выбор и отдать голос за кандидатов в президенты жителям республики ничего не должно помешать. 18 марта в регионе будут работать свыше 1100 избирательных участков. Чтобы не допустить сбоев, экстренные службы переведут в режим повышенной готовности. Как часовой механизм эффективного взаимодействия все органы власти должны работать на обеспечение вопросов, прежде всего, жителей тех или иных микрорайонов в городских округах или в населенных пунктах. Но органы власти должны создать благоприятную среду для работы участковых комиссий. Всех уровней. В случае, если возникает аварийная ситуация, у нас предусмотрена мгновенная реакция и устранение данных нарушений. Значит, мы обеспечиваем сегодня охрану всей избирательной документации. Важен каждый голос. К тем, кто на избирательный участок добраться не сможет, бюллетени принесут на дом. Для этого они должны заблаговременно информацию направить в соответствующую участковую избирательную комиссию. И очень важно при этом не допускать формального подхода, особенно в отношении тех избирателей, инвалидов, лиц с ограниченными физическими возможностями, тех лежачих больных, тех, кто на последних сроках беременности, либо только родили. Большая часть избирательных участков оборудованы в школах и дворцах культуры. Их приемка должна завершиться в ближайшие дни. На первый план выходят вопросы безопасности. За ходом выборов круглые сутки будут следить видеокамеры и сотрудники полиции. В администрации города планируют ужесточить и пропускной режим. Необходимо, ну такое минимальное количество, это 250 ручных и 100 арочных металлодетекторов. Из расчета два металлоискателя ручных на один избирательный участок, 70 арочных металлодетекторов еще закупили. И 64 поступили по линии Минпромторга России. Избирательный процесс будет находиться и под постоянным контролем активистов. В республике сформировали корпус общественных наблюдателей и центр мониторинга выборов. На каждом участке будут дежурить не менее двух человек. Это взрослые люди, притом люди советные. Скажем, заключены такие договора, как с интериальной палатой, адвокатской палатой. Есть активные общественники, предприниматели. Ну и незначительная часть там есть студенческая молодежь. В Центральной избирательной комиссии республики также отмечают, что за неделю до выборов необходимо с крайней осторожностью подходить к агитации за кандидатов. Нужно четко понимать разницу между агитацией и информированием. Информирование – это призывы прийти на выборы, чтобы каждый и сотрудник полиции, и гражданин, который оказался в СИЗО, и человек, который оказался в больнице в этот день, и тот, кто в транспорте передвигается, могли в этот день проголосовать. По оценкам экспертов, в республике ожидается довольно высокая явка – более 75%. Порыв в душу у людей есть. Люди хотят иметь стабильную Российскую Федерацию. Люди хотят голосовать за будущее Российской Федерации. Люди хотят голосовать за будущее своих детей. Чтобы реальный сектор экономики развивался и, соответственно, социальное самочувствие на несколько лет вперед. Выборы должны пройти в праздничной атмосфере. На каждом, даже самом отдаленном избирательном участке запланирована концертная программа. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. 18 марта чебоксарцы выберут и общественное пространство, которое благоустроят в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году. В начале года в Чебоксарах был составлен комплексный проект благоустройства общественных пространств в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». В списке сквера имени Чапаева и Академика Волкова, Дорис Парк, сквер электротехников, Дубовая роща, Красная площадь и другие. Сейчас необходимо определить очередность обновления объектов и главные эксперты – жители города. Для того, чтобы 18 марта прямое рейтинговое голосование жителей прошло без сбоев, многие службы города уже сейчас работают в усиленном режиме. Для проведения прямого рейтингового голосования на сегодняшний день проведены следующие мероприятия. Определены 112 мест голосования, сформированы территориальные счетные комиссии, Стенды с дизайн-проектом подготовлены на 70%, к 14 марта будут полностью готовы. 13 марта будет проведена окончательная презентация в Большом зале администрации города с участием населения города Чебоксара. Кроме этого, при непосредственном участии горожан, благодаря инициативному бюджетированию, благоустраиваются дворовые территории. Глава администрации столицы отметил, что хороший опыт надо распространять. В прошлом году мы подготовили дворовые территории, какие-то дома не соглашались, не подписывали протокола софинансирования. Но мы же здесь просим небольшую сумму, 5%, может быть 7% софинансирования от общей стоимости проекта. Мы пока ваши заявки не оформляли в таком количестве, о котором вы говорите. На ту же крошку, на то же освещение люди готовы софинансировать. Недовольство сити-менеджера вызвало и работы троллейбусов в городе. Не согласованы с действием водителя и диспетчеров. До сих пор наблюдаем неэффективность взаимодействия. Звонил я на прошлой неделе, сам лично наблюдал ситуацию, когда парами ходят троллейбусы, например, первого маршрута, самого популярного маршрута в городе. Интервал между ними в паре менее одной минуты, а интервал между парами достигает 7-10 минут. Вот они идут друг за другом прямо, 200-300 метров. Неужели нельзя эти действия координировать? В троллейбусном управлении этот вопрос обещали держать на контроле. В дальнейшем общественный транспорт будет ходить строго по графику. Татьяна Леонтьева, Галина Титарчук, Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика. Воркшоп под названием «Марш по набережной» завершился. Всю предыдущую неделю московские и местные архитекторы вместе с жителями создавали проект благоустройства «Московской набережной» в Чебоксарах. О том, что из этого получилось, Ольга Пырочкина. Поведенческие, поведенческие. В этот промежуток уже мамы входят и так далее. Воркшоп «Марш по набережной» начался с того, что в Большой зал Чебоксарской администрации пригласили всех желающих горожан. Они могли поучаствовать в создании проекта вместе с архитекторами, высказать свои идеи. А главное мнение о том, чего сейчас не хватает нашей набережной. Невозможно спуститься к набережной. Это очень крутой спуск. Он реально проходит в лесу. Очень тяжело спускаться и очень тяжело подниматься обратно с детьми. На месте набережной, в том месте, которое мы сейчас обсуждаем, были исторически так называемые Геронтьевские пустыни. С этого начинались Чебоксары. Дело в том, что Геронтьевская пустыня была построена во избавление города от чумы. На месте Геронтьевской пустыни сохранился источник. Вокруг них, конечно, было бы здорово что-то воссоздать в виде часовни. Перед местными и московскими архитекторами из лаборатории «Марш» стала непростая задача. Постараться учесть все услышанное и облачить все желания в конкретные формы. Работа над этим продолжилась в «Чуваш-граждан-проекте». Акцент мы, как всегда, сделали на пожеланиях горожан. К примеру? К примеру, можно сказать, что это участки статичного отдыха, такие как амфитеатры. Также мы решили использовать активность на воде, то есть водные такси. Результат недельного труда представили в минувшую субботу. Мы хотим, чтобы на этом берегу было чем заняться. И были разнообразные занятия, удовлетворяющие различных пользователей. К примеру, на месте, где раньше располагался яхт-клуб по проекту, появятся зоны экстремальных видов спорта с кайт-станцией. А у спуска от парка «Пятьсотлетие» проектировщики предложили сделать летний амфитеатр. Мы предлагаем использовать рельеф, сделать амфитеатр, где можно проводить разные выступления, лекции, еще что-нибудь. Зимой к традиционному кайтингу и лыжам архитекторы предлагают добавить зону с катками, а греться в теплых зданиях кафе. Главная же проблема спуска решается не с помощью лестниц, а в виде прогулочных маршрутов с определенным комфортным уклоном. Это можно сделать, прокладывая спуск зигзагом по рельефу. Что касается мнений горожан по поводу результатов проектирования, то они расходятся. Спасибо главному архитектору города и ребятам-проектировщикам за то, что подарили надежду на то, что вот эти прекрасные картинки из будущего могут на самом деле радовать всех горожан. Эта тема, тема обсуждения и работы, она отстала года на три, по крайней мере. Почему? Потому что в настоящее время я, как житель города, наблюдаю то, что набережная практически уже в стадии завершения. Это та же самая набережная, что и была у нас, только в более дорогостоящих материалах. Ничего из созданного разрушаться не будет, обещает главный архитектор города. Вот этот вот результат, он результат промежуточный. Это концепция. Концепция, на основе которой после проведения сегодняшнего обсуждения, после проведения градостроительного совета, мы должны составить техническое задание. И техническое задание на разработку рабочей документации. Так или иначе, проект планируется реализовать до 2019 года. Во всяком случае, так указано в информационном бюллетене проекта. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика. 25 лет на линии фронта в прямом и переносном смысле. В эти дни специальный отряд быстрого реагирования СОБР отмечает юбилей. Бойцы этого элитного спецподразделения всегда готовы к выполнению служебного долга и защите Родины. За четверть века они провели сотни успешных боевых операций. Они всегда на боевом посту, в любую минуту готовы оказаться там, где необходима помощь. СОБР – это высоко подготовленные сотрудники, работающие как единая система, единый механизм, где конечная цель – выполнение операции. Работа, которая требует профессионального подхода, полной отдачи. Жертвуя собой, ради благополучия соотечественников, вы делаете все возможное, чтобы обеспечить безопасность и правопорядок в нашей Республике и в нашей любимой России. Урожаю уверенность, что и предличный состав, равняясь на достижения наших уважаемых ветеранов, будут свято беречь и приумножать славные боевые традиции войск, неустанно повышать боевую готовность и профессиональное мастерство. История отряда началась в самое неспокойное для страны время – март 93-го года. Тогда чувашские соборовцы выезжали едва ли не на каждое ЧП, задерживали бандитов, наркоторговцев, воров в законе, изымали незаконно хранящееся оружие и брали с поличным коррумпированных чиновников. Это кадры оперативной съемки реального задержания, ни одного лишнего движения или намека на суету. Главное оружие соборовцев – внезапность и четкая расстановка на местах. Только больной человек не боится. Мы его просто умеем преодолеть, только преодолеть страх. Много наших сотрудников, пришедших в отряд, горят желанием быть нужными для людей. Болеют душой за всех людей нашей России необъятной. Поэтому мы ездим в коммунировки по разным уголкам нашей страны, где-то отлавливаем преступников, где-то боремся к страницам терроризмом. Течня, Ингушетия, Дагестан, Кабардино-Балкария. Они не пропустили ни одной контртеррористической операции на Северном Кавказе. Месяц сами пропадали в горячих точках. Двое чуварских сотрудников из Осимбашкиров и Андрей Доманников погибли, сражаясь с боевиками. 30 соборовцев получили контузии и ранения. Отличившимся сотрудникам, как нынешним, так и ветеранам, Михаил Игнатьев вручил заслуженные медали, благодарности и почетные грамоты. Дагестан, Кабардино-Балкария. И сегодня соборовцы на переднем фланге борьбы с преступностью. Для них закон превыше всего. Венский шницель, французский рататой, грузинский хачапури. В национальной кухне каждого народа есть свои традиционные блюда. Гастрономическая программа «Поедем, поедим» рассказывает о каждом из них. Новый выпуск программы при поддержке администрации Чебоксар снимается прямо сейчас в столице Чувашии. Юлия Важенина и Александр Петров побывали на съемочной площадке. Девушки в купальниках на банане, мужчины в плавках на лыжах и даже барбекю на лапландской карусели. В солнечной Чувашии даже зимой можно переместиться в лето. Съемочная группа программы «Поедем, поедим» докажет, что даже холод пляжным развлечениям не помеха. Несмотря на то, что на улице далеко не плюсовая температура и ветер дует в полную силу, ведущий гастрономической программы Джон Уоррен смело катался на банане и скутере. Чего только не сделаешь ради любимых зрителей. Вот уже более пяти лет Джон вместе со съемочной группой путешествует по миру в поисках лучших блюд национальной кухни. Кстати, несмотря на то, что Джон англичанин, русским он владеет практически в совершенстве. Я филолог по образованию. И если иностранцы смотрят, нет ни одного, который лучше мне говорит. А если ты думаешь, что ты лучше мне говорит, давай, мы встретимся, я тебе покажу. Дело в том, что даже русские плохо знают свою страну. Поэтому иметь возможность каждую неделю, ну и только Россию, но и нашу планету показать людям, это реально какая-то хорошая социальная миссия. Моя. Я выполняю. Мне кажется, что сам факт, что Джон пробует там фугу или живого осьминога, или тухлую рыбу, или тухлую курицу, это и есть немножко телевидение. Вот переживания, вот люди думают, Джон, ну как ты можешь это есть? Ой, нет! В столице Чувашии у съемочной группы насыщенные планы посещения достопримечательностей города, музея Чапаева, музея трактора, мужского монастыря, этнокомплекса Амазонии, экологическая деревня Ясна, ну и, конечно, кулинарная битва. Четыре дня на «Все про всем» и в итоге 42-минутная программа в эфире НТВ. Кстати, на Лапландскую Круссель наши коллеги залезли не покататься. Там они готовили речную рыбу на крутящемся барбекю. К сожалению, нашей съемочной группе удалось понаблюдать за этим лишь издалека. Организаторы решили сохранить тайны кухни до выхода программы в эфир. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Чебоксарские хоккеисты борются за выход в полуфинал Кубка Федерации. Противники наших богатырей – спортсмены из набережных Челнов. За первой игрой плей-офф понаблюдали и мои коллеги. Счет в игре открыли гости. Но уже спустя считанные минуты чебоксарские хоккеисты дали понять, кто здесь хозяин арены. Автором этого гола стал хоккеист Антон Горбенко. В свой актив игрок записал и третью шайбу. Дружина из набережных Челнов уступать победу не желала. На оба перерыва команды уходили с равным счетом. Третий период. Напряжение на ледовой арене достигает своего пика. Гости вырываются вперед, но ненадолго. За несколько минут до финальной сирены счет равный. Под занавес матча ворота гостей поражает четвертая шайба. Победа за чебоксарцами. Лидером второй игры плей-офф стали хоккеисты из Татарстана. Серия продолжится в набережных Челнах уже на этой неделе. В полуфинал пройдет команда, которая держит три победы. Дмитрий Ковалев и Александр Петров. Республика. В эфире национального телевидения Чувашия. Премьера новой детской программы. А сегодня у нас по календарю День Чупа-Чупса. Ура! Детская программа День Пельмень. Наши юные коллеги решили отмечать свои праздники. Причем очень необычные. День Короля, День Лень, День Зеленки и, конечно, День Пельмень. День Лень легко побеждать, когда папа Ремень достает и шлепает тебя по попе. Меня уже мазали с головы до ног зеленкой. И я был как олень, и у меня даже фото такое есть. Главное в доме мама, потому что она может выгнать из дома. Смотрите, рассуждайте и веселитесь всей семьей. С 12 марта каждый день по будням. Только на НАЦ-ТВ. Без 10-ти 5 тысяч человек живут в новом городе. Это один из самых динамично развивающихся районов Чебоксар. Троллейбусы и полукольцо – первый в городе скейт-парк и боговая дорожка вдоль Морпосадского шоссе. О планах развития и местах притяжения нового города далее в нашем эфире. А я с вами прощаюсь. До завтра. Встречаемся у дома со звездами. Высотка, узнаваемая издалека, по ней ориентируются жители и гости нового города. Комплекс из пяти высотных домов, который строит компания ИСКОЧЕ. Потому и именуется Ориентир. Двор комплекса планируют в формате без машин. Четыре шлагбаума и пожарный въезд. Впрочем, о парковках позаботились. Одна на 190 мест вдоль Морпосадского шоссе, вторая еще больше с другой стороны дома. Интересные решения готовят и в плане благоустройства. Мы тоже пригласили дизайнера, который попробует реализовать идею игры с водой. То есть, вы помните, был у Варламова такой идеальный двор. Вот мы попробуем его повторить. Гвоздь программы в этом году будет скейт-парк. Проектируют нам питерские ребята. Те самые, которые проектировали для Краснодарского стадиона, который построил Галецк. Одного детского сада для большого района явно недостаточно. В Новом городе около полутора тысяч маленьких жителей. В этом году начинается строительство еще одного дошкольного учреждения на 160 мест. Также мы ожидаем начала строительства школы. Школы на 1600. Уникальные школы. Таких школ у нас в Чувашии просто нет. Таких размеров и таких мощностей. В школе присутствует мощный спортивный бокс с двумя бассейнами, с мощными спортивными залами и также с спортивным гидром подсказных сооружений. Для взрослых велодорожка от Чебоксар до Новочебоксарска. Ее начнут закладывать во время строительства полукольца на въезде в новый город. Автомобилистам станет проще разъезжаться. Чебоксарский проспект расширит до четырех полос. Предусмотрят остановочные карманы для маршруток. И, пожалуй, самое знаковое. Новый город и центр Чебоксар свяжут два полноценных троллейбусных маршрута. Сегодня все троллейбусы, которые останавливаются на посту ГИБДД, они продолжат движение дальше. То есть фактически у нас одна часть троллейбусов будет идти по часовой стрелке, вторая против часовой стрелки. Тем временем продолжается возведение новых домов. Растет вторая высотка. 16-этажный дом в комплексе «Ориентир». Готовится к вводу в продажу пятиэтажный дом повышенной комфортности с лифтом, консьержем, просторными бытовыми помещениями. А в уже готовых домах есть особенно уютные квартиры с дизайнерским ремонтом, сделанным на совесть, причем с гарантией на год. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова